Но иногда наш собственный ум посылает нам такие письма. Наш собственный ум пишет нам письма, говорит, это тебе сверху говорится, это тебе марсиане говорят, все столько контактёров, все они так со всеми контактируют, что даже страшно становится. Вы так поконтактируете, чтобы курить можно было бросить, иметь или пить. У нас только всякой информации. Говорят, где же эта информация, как курить бросить? Расскажите хотя бы это. Спросите у них, как всему миру бросить курить? Вся им слава, инопланетянам. Пусть живут и здравствуют на Марсе, на Лепитере, где хотят. Пусть дадут. Но они рассказывают абсолютно бесполезную информацию, как тарелки, которые говорят, кому это надо всё? Никому это не надо. Расскажите, что-то полезное. Что-то полезное, действительно приемлемое. Как разум нашим руководителям внушить, чтобы они губости перестали совершать. Как сделать, чтобы семени не распадались, чтобы дети наркотики перестали принимать. Что-то полезное. Пусть хотя бы кто-то один из этих инопланетян что-то одно полезное скажут. Как терроризм остановить. Что-то простое. Раз вы действительно с такими разумными общаетесь, действительно, и это не ваша сумасшедшая галлюцинация изначально, так спросите, что им жалко? Поэтому, ну, в основном, это всё бред изначально. Ничего полезного в этом нет. Абсолютно ничего. Абсолютный бред. Если вы с этим сталкивались, стопроцентный бред. Можете хоть полно прочитать этой макулатуры, контактной. Реального никакого совета нет. Есть. Так избавьте всех. Избавьте всех. А обратиться к религии. Избавьте всех. А обратиться к религии не инопланетяне сказали. А обратиться к религии сказал Иисус Христос ещё много лет назад. Поэтому это уже не считается. Если действительно это такое интересное знание, пусть это не метод. Но нет. Видите, приходится пользоваться методом Иисуса Христа до сих пор. Он, кстати, самый главный инопланетяне. Он явно не с этой планетой факт. Поэтому от него мы уже слышали. Главное инопланетное послание это Библия. Есть ещё другие. Богородгиды, Коралл. Вот это настоящие инопланетные трактаты. Проверены. Почему? Вот вы правильно сказали. Вот в этом случае этот контакт был разумен с Иисусом Христом. С ним контактировали 12 апостолов. Там и дальше. Вот это был настоящий контактёр. Аджуна контактировал с Кришной. И эти записи остались, этих контактов. И они работают. Люди реально бросают курить и пить. Я бросил курить и пить. Реально прочитав одну эту книгу контактов. Богородгиды. Явно было инопланетное явление. Такого в жизни не бывает. Также те, кто следует Христу, они тоже бросают. Буди, те, кто следует, тоже бросают. Вот это настоящий контакт. Факт. Вы правы. Но сейчас другой вариант происходит. Я просто так сказать. К слову. Чтобы не было иллюзий. Никто не обидовался. Не обижайтесь. В этом и те интуиция. Ум нас может обманывать. Факт. И вот это вот, вот эти вот бесполезные письма, которые напишет ум, они похожи сейчас на письма, которые приходят, например, на электронную почту, те, кто пользуется. Называются спам. Письма без подписи, непонятно от кого, ненужные. Они приходят, приходят. Также ум может писать. Подстраивать, что очень, очень важное письмо. Ты должен к нему прислушаться. Обязательно это купить. Но все знают спам. И поэтому необходим фильтр. Все ставят фильтры какие-то. Вот этих ненужных писем. Фильтрация должна быть. И мировой опыт фильтрации показывает, что нет ни одного нормального фильтра. Более-менее качественного. Кроме как перепроверка у адресата от него ли это письмо. То есть спам это когда чекпот делается под хороший адрес, но информацию пишут ложную. И нет нормального фильтра, кроме как перепроверить. Поэтому есть платные сервисы. Когда вы платите, и эта служба отсылает это письмо обратно адресату и спрашивает, от вас ли это письмо. Если есть подтверждение, тогда это письмо вам приходит. Понимаете? Ну, те, кто не понимает, не важно. Я сам принцип объясняю. Как это сейчас действует. И поэтому мы действуем так же. Если письмо какое-то пришло от интуиции, то мы это должны перепроверить. От Бога ли это вообще пришло? Как? Найти подтверждение священных трактатов. Понимаете? Или у тех, кто разбирается в священных трактатах. Если мы подтверждение в жизни не нашли у источника, нельзя верить в своей интуиции. Потому что, может быть, кто-то подстроился под адрес, но, может быть, не от Иисуса Креста пришло. Не все, что к нам приходит, это от Бога. Не все. Совсем не все. Поэтому нужно перепроверить. Перепроверить. Очень просто. Очень просто. Поэтому доверяйте проверенной интуиции. Пришло очень хорошо. Проверьте. Если совпадает, замечательно. Пользуйтесь. Не совпадает, извините, фильтр. Фильтр. Очень просто. Да? Так интересно. Чуть-чуть еще осталось. И к концу 20 века психология пришла к удивительному выводу, который кажется на первый взгляд абсурдным, но теперь он нам понятен. Она говорит, о логике не существует. Мы все интуитивны. Мы все интуитивны. А логику мы используем для того, чтобы убедить себя в правильности интерпретации своих интуитивных ощущений. Понимаете? И это факт. Это факт. Так интересно. Также есть еще желающая функция в нашем тонком теле. Мы желаем чего-то. И это зависит от свободы воли. И вопрос, чья свобода воли? Если мы желаем на основе своей свободы воли, то такая деятельность приносит карму проблемой. Понимаете? Если наша деятельность основана на истине, то это избавляет нас от кармы. Вот очень просто. На чем основана деятельность? На наших желаниях или на истине? Если мы знаем истину, мы знаем, как действовать, и тогда мы избавляемся от кармы. Очень просто. Сейчас простые вещи. Такой пример приводится. Такой очень веселый. Наше сознание в этом случае иногда сравнивается со сливным бочком. Веселый пример. Как он действует? Сначала он хочет наполниться, а потом он хочет опустошиться. Сначала хочет наполниться, а потом опять хочет наполниться, и потом опять хочет опустошиться. Опять наполниться, опять опустошиться. Так мы действуем на основе своих желаний И превращаемся в такой аппарат Туда-сюда Туда-сюда Например, так действует наш желудок Ой, как я голоден Ой, что-то я так много съел Ой, я опять так голоден Ой, что-то я опять переел Замечали, да? Туда-сюда Нет контроля Действуем просто на основе своих чувств Поэтому превращаемся в такую источную машину Туда-сюда По-другому это называется Маниакально-депрессивный психоз Понимаете? Очень-очень-очень хочется, очень хочется Получил Ой, что-то такая гадость Я столько денег за это отдал А вот другое, другое, другое Ой, что-то опять Что-то не подходит Маниакально-депрессивный психоз Знаком? Знаком И так с каждой вещью Что бы вы не купили Сначала радость великая Пока еще деньги не заплатили Вот пока платите Радость еще есть Когда деньги уже в кассу вложат Чек выдают Уже лицо у продавца сиреет Улыбка пропадает Вам уже бросают товары Вы уже чувствуете Что-то уже не то Быстрее бежите домой, чтобы проверить Дома понимаете, что Надо было покупать любое Не так постоянно В жизни вы с этим сталкиваетесь Поэтому наша задача Выйти из-под влияния этого психоза Все находятся в этом состоянии Все Психологи говорят Очень скромно 80% Я считаю, что все Что? Все находятся в этом состоянии Все это чувствовали В магазине, этот эффект? Все чувствуют Он у всех появляется Есть такое состояние Поэтому, когда мы поступаем истинно Так как это нравится истине Наши чувства постоянно наполняются И никогда не опустошаются В этом разница Если мы действуем истинно У нас постоянное наполнение идет И никогда опустошение не происходит Вот это интересно Вот это интересно Факт всем такого хочется Чтобы любовь постоянно увеличилась Расслаб И никогда не уменьшалась Да? Но когда мы действуем на основе своих чувств Когда мы создаем семью на основе своих чувств То все это тянется месяц всего Да? Так хорошо Такая эйфория месяц А потом Оооо Что-то говорила мне мама Да? А он такой же Даже хуже Знал бы я раньше Сразу был убил Так это происходит Моникальный депрессивный психоз И последнее Это чувствующая функция Ума Чувствующая функция Это эмоциональная составляющая Нашего тонкого тела Есть два вида эмоций Позитивные и негативные Это конечно большая тема Сейчас просто коротко я в конце расскажу Позитивные эмоции Это любовь к истине Это позитивные эмоции Любовь к истине Стремление к истине Позитивные эмоции Очень позитивные Благожелательность ко всем Это позитивная функция мышления Хорошая, позитивная Желание нести всем знания Истине тоже позитивные И радостность Радостность Это позитивная функция Примерно мы сейчас перечислили Чтобы узнали И эмоции Это стрелки на приборах Которые показывают Что происходит В нашем тонком теле Показываю Что происходит Разные стрелки Если эмоции негативные Значит в остальных двух отделах Ума Есть проблемы Если эмоции негативные Значит он думает о плохом И желает плохое Если эмоции негативные Значит он уже думает о плохом И желает плохое Мы догадываемся Что в основном теле происходит Хват Значит и потом еще будет здоровье плохое Если эмоции негативны, значит уже болезнь какая-то. В зависимости от эмоций можно понять, какая будет болезнь. Если гнев, печень заболит и так далее. Уже понятно, потому что есть соответствие. Поэтому продавцов заставляют постоянно улыбаться, чтобы все думали, что они нас не хотят обмануть. Их заставляют. Как я уже сказал, заставляют. Но как только вы купили, он перестает улыбаться. Купил. Купил. Понимаете, очень просто. Но оценивать чужие чувства надо очень аккуратно, так как это очень тонкая область тонкого тела. Например, после свадьбы может показаться, что чувства друг друга ослабели, да? И все начинают жаловаться. Ты меня уже не так любишь, ты уже ко мне не так относишься. Есть такое, да? Но посмотрите, что происходит до семейной жизни, когда мужчины и женщины встречались, они готовились к этому моменту. И когда они встречались, они все это время проводили для друг друга, да? То есть акцентировались друг на друге. А в остальное время они занимались своими делами, никто этого не видел. А когда они начали жить вместе, оказалось, что это общение, на самом деле, очень коротенькое в течение дня. А все остальное время он думает о своих делах. Но мы-то этого не видели раньше. А так и есть. И нам кажется, что ну вот, а что ты целый день обо мне не думаешь? А он и раньше о вас целый день не думал. Вот он думал о вас, только когда вы встречались, факт. Но в остальное время у него свои дела, так все закончилось, и тогда ему пожелось. Но когда мы это видим постоянно, мы делаем вывод, у него чувство ослабелье, любовь, что они всегда так. Да? Это такая очень стабильная проблема в семейной жизни. И начинаются проблемы. У тебя, наверное, есть кто-то еще. Он не понимает, что так же идет, ничего не понятно. Просто оказывается, что это жизнь. И так как эмоции контролирует тонкое тело человека и физическое тело человека, мы должны сочетать принципы самоосознания, принципы духовного развития с этим главным принципом брейнбюдинга. И это выражается в формуле «необходимо следовать какому-то процессу духовного развития и одновременно быть в счастливом настроении». Следовать какому-то принципу духовного развития необходимо в счастливом настроении. Вот тогда все будет хорошо. Если мы будем чему-то следовать в негативном настроении, ладно, постижусь одни на лекции, ну расскажите мне что-нибудь, расскажите. В этом негативном настроении пользы никакой не будет, это не развитие. Нет, нужно сочетать с позитивным настроением. Нет хорошего настроения, лучше не приходите. Лучше дома поешьте, картошки жарят. Очень хорошо помогают. Все будет хорошо. Тортик себе купите. То есть, саморазвитие нужно сочетать с позитивными эмоциями. Следуйте духовной практике и будьте счастливы. И будьте счастливы. Не и станете счастливы, а и будьте счастливы. Понимаете? Кто понимает, почему? И будьте, одновременно будьте, а не и станете счастливы. Понимаете? И будьте одновременно. И тогда процесс заработает. А когда мы следуем духовные практики и несчастные одновременно, и ждем, что мы потом станем счастливыми, тогда ничего не работает, только разочаровываемся. Давайте идти. Поэтому слушайте лекцию в счастливом настроении. В рабовом настроении идите, погуляйте, походите. Помыть настроение приведите, еще послушайте. Это нормально, я не обижусь. Ну, это сам принцип. Очень просто. Так, времечко заканчивается. Вопросики какие-то есть, пожалуйста. Продолжение следует...